Добрый день, в этом видео я расскажу про куб сердца. Тоголомка у меня очень давно, одна из первых. В году 2015 я решил, что подарить жене кубик в виде сердца на 8 марта это хороший подарок. Жена, конечно, порадовалась, но собирать не стала. Производство компании YJ. Тогда упаковка была, наверное, другая, но сейчас она примерно такая же, как вот у этого бриллианта. Это тоже от YJ, что-то вот такое. Сердце это шейп-мод кубика Рубика 3х3 и собирается похожим образом. Похожим, но не совсем так. Почему же моя супруга не смогла собрать сердце? Да и сам не всегда с первого раза это делаю. Кажется, обычный шейп-мод, который недалеко ушел от зеркального кубика, а его собрать очень просто. Но здесь есть элементы, которые одинаковые. Есть элементы, которые кажется, что они одинаковые, но они разные. И есть элементы симметричные. Вот это вот ребро, оно симметричное. Есть, по-моему, здесь еще одно такое же. Вот это. То есть ориентация не важна. Можно поставить и так, и так. И из-за этого может возникать псевдо-паритет. Выпускает в трех разных цветах. К примеру, такая информация у меня есть. Это розовый цвет. Хотя от времени, или не знаю, такое было сразу, оттенки деталей немножко отличаются. На камере это тоже должно быть видно. Поскольку сердце основано на кубике 3х3, здесь есть три слоя. Есть углы, центры и ребра. Можно попробовать догадаться, где что. Все элементы одного цвета, ну, похожего в моем случае. Центры здесь квадратные, вот такие вот, с двух сторон. Немного искаженные квадратные, вот такие. Ну, центры угадать легко. Рядом с центром примыкают ребра. Вот два ребра и вот два ребра. С одной стороны. И с другой стороны похожи. Если держать головоломку вот так, то на среднем слое вот ребро симметричное. Вот, не особо симметричное. Это симметричное. И это такое же, как вот это. Ну, а все остальные элементы это углы. Раз, два, три, четыре угла. И на другой стороне четыре таким же. При перемешивании головоломка будет терять форму. Это многих пугает. И я, когда собирал первый раз, у меня сердце разлетелось. Я даже потом механически не смог собрать. Еще одной особенностью является то, что вот этот квадратный центр, на самом деле, не совсем квадратный. И совсем не симметричный. У него есть изгибы, наклоны, искривления. И элемент, подведенный не с той стороны, подходить не будет. Удобно мне показалось собирать, начиная вот с такого центра, который имеет хотя бы одну ось симметрии. То есть, разворот на 180 на него не оказывает негативного влияния. Здесь же разворот на 90 градусов и на 180 печально сказывается на форме головоломки. Поэтому вот с такого будем начинать сборку. И вот такие вот ребра первые будем сюда ставить. То есть, либо вот с этого края, либо с этого. Может, конечно, и так собирать. Мне кажется, так менее удобно. Напишите в комментариях, как вам больше нравится. Перемешаем. Здесь несколько видов псевдо-паритетов. Посмотрим, что из этого попадется. Да, и почему именно с центра, у которого есть симметрия? В конце может потребоваться развернуть центр на 180 градусов. А на таком этого делать не придется. А, это хорошо. Ну, давайте посмотрим, где здесь что. Два вот таких больших центра. Это верхняя часть сердца. Да, и получается вот эти вот центры, нижняя часть сердца. Вот эти боковые части. Боковые центры. Начнем с какого-нибудь из этих. Ну, вот здесь два ребра стоит. Давайте их сломаем, чтобы это было поинтереснее немножко. И посмотрим. Да, это уже совсем на сердце не похоже. Какие-то более-менее крупные элементы нужно подвести. Вот здесь видим центры одного размера. Между ними должно быть вот это симметричное ребро. Ставим. Вот здесь вот с одной стороны подошло. Было бы неплохо сразу делать, чтобы подошло и здесь. Я разверну вот так. То есть, либо с этого центра, либо с этого мы и собираем креста. Здесь вот какое-то ребро подошло, но к боковому центру не очень. Пока оставим. Пусть стоит. Вот два. Сюда тоже нужно плоское ребро. Вот так вот неплохо. Не вот сюда. Вот такое вот ребро. Ну, видимо, не той стороной. Посмотрим, есть ли тут другое. Ну, какое-нибудь вот такое. Вот элементы создали нам крест. С этим центром все более-менее совпадает по форме. А здесь с боковым совпадает. Здесь нет. Значит, развернем. Чтобы тоже совпадало. Здесь. Вон, видим, что немножко центр выпирает. И это нехорошо. Будет некрасиво. Но здесь уже на ощупь. Крест снизу. Поднимаем путь с креста наверх. Отводим в сторону. Поворачиваем центр на один оборот. На 90 градусов. Подводим. Опять не совпадает. Возвращаем. Выворачиваем еще на 90 градусов. Опять не подходит. И так пробуем, пока не подойдет. Вот с третьего раза получилось. Видим, здесь вот уже форма совпала. Тут совпадает. Тут совпадает. Тут вроде бы совпадает. И тут совпадает. Крест собран. Идем дальше. Здесь должны быть четыре уголка. Но я здесь какую-то конструкцию хорошую вижу. Здесь два элемента залетели сразу. И вот эти два тоже можно сразу поставить. Ну, они похожи. Но, видим, уголок не отсюда. Да и ребро не подходит. Да. Да. Уберем их пока. Не нужны. Так. Вот эти случайно подошли. И вроде по форме совпали. Сюда нужен какой-то плоский уголок. У нас два кандидата. Этот и вот этот. Мне кажется, подойдет вот этот больше. Таким образом можно сюда поставить. Стало хорошо. Значит, другой такой. Вот этот. Должен стать вот здесь. Так. Стоит. Сюда уголок продолговатый. Вытянутый. Либо этот. Либо этот. Если мы вот так вот подведем. Видим, что становится хорошо. Значит, надо вот этот ставить. Ну, понятно, что ни прямой, ни обратный пиф-паф здесь не помогут. Поэтому делаем вот так. Либо можно было сделать три пиф-пафа. Так. Здесь вроде бы похоже. И здесь похоже. Едем дальше. Это собран первый слой. Дальше нужен второй. Одно ребро стоит. Вот из верхних нужно выбирать. Вот кандидат на это место. Подводим. Вроде неплохо подходит. Ставим. Алгоритмом из моего метода для начинающих. Ни в коем случае не ромашками. Центры развернутся. Так. И видим, что вроде бы ребро подходило. Но в центре оно стоит криво. А значит, это ребро. Не отсюда. Оно похоже, но не то. Придется искать другое. Другое вот здесь. Да. Его можно вот так вот поставить. Вроде подходит. Значит, вот это ребро ставим вот на это место. И смотрим, что получится. Получается зеркальный алгоритм. А это ребро стало гораздо лучше. По форме совпадает. И вот так вот приходится перебирать. Визуально их отличить очень сложно. Но это пока не проблема. Дальше. Вот второй такой же. Можно поставить вот сюда. Так. И сюда еще длинные ребро. Вот такое. Либо это, либо это. Давайте начнем с этого. Хотя она здесь вот по центру к этой стороне подходит. Я бы вот, который кривой сюда поставил, который здесь сверху не подходит, поставил бы сюда. Больше шансов, мне кажется. Но если я ошибся, то просто поставим другое. И да, все стало хорошо. И у нас собраны уже два слоя. Помним, что здесь есть где-то ребро, которое симметричное. Это вот это. И у нас верхнее еще одно такое же. Давайте сначала соберем крест сверху. Мы видим, что вот эти вот ребра нужно ориентировать. Если они стоят вертикально, значит хорошо. Если горизонтально, то не очень. В данном случае повезло. Вот эти три ребра стоят вертикально. А этому без разницы. В любой ориентации он стоит вот так. Этот элемент. А значит крест на верхней грани собирать не нужно. Но нужно эти ребра расставить по местам. Для этого нужно найти одно правильное. Видим, что вот это ребро здесь по форме не совпадает. Цепляется. А вот это более-менее нормально. Здесь слишком большой зазор. Здесь тоже что-то не так. Вот это похоже на правду. Поставим на свое место. Вот здесь. И здесь удобно расставить элементы рыбкой. Обычная рыбка из кубика 3х3. Вот такой. Переставляет ребра против часовой стрелки. Что получилось? И видим, что ничего хорошего это и не получилось. То есть вот здесь вот подошло. Подошло. Вот такие зазоры это нормальные. А здесь вот явно не подошло. Если у нас два ребра не подходят, значит возник псевдопаритет. И решается он только тем образом, что нужно какие-то два одинаковых ребра поменять местами. одинаковые ребра это вот это. Не с этим. А вот это к центру не подойдет. А получается вот с этим. Наоборот. Вот здесь оно стоит криво. И вот сюда подойдет хорошо. Сейчас я вот это ребро поставлю на место этого. И третий слой придется пересобрать. Из-за чего мне так необходимо сделать? Потому что два ребра подошли к центру нужной стороной. А два нет. Вы скажете, ну где-то мы видели, что можно взять вот так правильный назад и направо и сделать ту же рыбку. И они расставятся все хорошо. Да, так будет, но центр развернется на 90 градусов. И это будет еще один псевдопаритет, который придется решать точно так с заменой ребра. А значит до этого доводить смысла нет. Это лишнее действие. Просто возьмем ребро, которое неправильно подходит, а другое. кривое ребро здесь по центру не подходит. Поставим вот сюда. Вот такими вот нехитрыми алгоритмами. Да, сейчас сверху все разрушится. Я пока не придумал менее травматичного способа. Но когда-нибудь я над этим подумал. Что получилось? Мы видим одно ребро стоит правильно ориентированно. Два лежат, а это не пойми как. Но мы помним, что разворачивать можно только четное количество либо два, либо четыре ребра. Значит принимаем, что это ребро ориентированно правильно. А вот эти два развернем. Получается, что это у нас галка. Делаем алгоритм для галки. Не смотрим, что получилось. Ну, на удивление у нас сразу ребра встали по местам, их даже не пришлось переставлять. И это хорошо. Если бы так не произошло, мы бы переставили их рыбкой. Дальше нужно расставить углы. Расставлять углы можно, конечно, алгоритмом из мета для начинающих, обычным Апермом. Но мы видим, что они пока еще ориентированы не все правильно. Хотя вот этот вот наверное сюда встанет хорошо. Этот не очень. Давайте переставим пока Апермом и посмотрим, что получится. Как мы это делаем. Вот верхняя грань, правильный уголок и делаем алгоритм. Так, что получилось? Ну, надо еще раз. так, ну, получилось, что второго псевдоприоритета у нас нет. Надо просто развернуть вот эти уголки на своих местах. Как в методе для начинающих можно это сделать. Верхняя грань налево и крутим пиф-пафы. Делаем два, смотрим, что получилось. Рано. Уже нормально. Подводим второй, делаем еще два пиф-пафа. Так. И сердце собрано. И тогда может случиться так, что вам кажется, что сердце собрано, но здесь центры вкрепь в кости стоят. И это не брагололомки, вы просто собрали неправильно. Не попался нам случай, когда наверху нужно переставить два угла. Это еще один псевдоприотет, который решается заменой не ребер, а углов. Вот эти углы похожи. Вот если это нижний слой, это верхний. уголок точно такой же, как вот этот. Если у вас на верхнем слой получилась необходимость переставить два угла, то надо вот такой уголок поменять вот с таким. на других шейпмодах типа яйца они стоят в одной ориентации, а здесь как раз нет. Можно сделать три сведжхэймера, пиф-паф через фронт, и они поменяются местами, но здесь будет не в той ориентации тогда. R' F R' 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 Можно вместо этого сделать три обычных пиф-пафа, но тогда здесь переставится углы, а это нам не надо. Что-то другое переставится, чего не нужно. Здесь вот у нас углы переставились, а если взять сделать три пиф-пафа, у нас получается поменялись уголки, и вот эти переставились. Да, углы переставляются. То есть вот эти два переставляются. А если мы делаем три сведжхэймера, у нас меняются вот эти вот, и переставляются вот эти углы. При желании это можно использовать. А, при трех пиф-пафах у нас разворачиваются уголки. Если у вас углы уже ориентированы, то лучше делать сведжхэймеры. Так вот, что мы сделали. Мы испортили один уголок нижнего слоя, и вот здесь вот, если мы будем сейчас переставлять, давайте переставим, я слегка ошибся, но починил. Вот, если переставить потом уголки, получится вот такая ситуация. Два угла стоят на месте, вот эти два, а два нет. И у нас нет алгоритма, который на 3х3 меняет два угла по диагонали, ну или рядом. Поэтому, чтобы решить вот такой псевдопаритет, нам нужно поменять вот этот одинаковый угол вот с таким. Да, и после того, как мы их поменяем, еще потребуется соответственно развернуть. То есть ставим вот так, и можно сделать, ну раз тут уже ориентация испорчена, да, каких-то углов. хотя нет, давайте я сделаю три слетчхэймера. Раз, два, три. Вот пока его оставим, про него забудем. здесь не так, вот так. У нас получается все углы стоят не так, как надо, будем переставлять. Переставили раз, должен один встать на место. Вот это встал на место. Переставим еще раз. Ну, мы уже видим, что это должен пойти сюда, поэтому я сделаю обратное первым. Ну, вот. А, так я сделал его не из того положения, к сожалению. Да, ошибся. Значит, еще раз. так. И вот у нас получилось. Все уголки на местах и надо их развернуть. Про это мы забыли пока что. И начинаем разворачивать и удивляться. Кстати, что-то я сейчас, наверное, удивлюсь. Я не тот уголок поменял, да? Поменял не тот уголок, к сожалению. Этот не отсюда. Мы его не развернем. Да, так тоже может быть. Так тоже может быть. Сделаю три биф-пафа. По-моему, вот так теперь. Да, теперь вот это развернется хорошо. Вот этим сердечко-то и сложное. Легко опутать. Некоторые элементы похожи, но они не одинаковые, а некоторые одинаковые. И их надо не перепутать. Последняя сложность, которая может здесь остаться. Начинаем разворачивать уголки. Вот на этой грани, на верхней. Делаем пиф-пафы. Раз. Два. Хорошо. Делаем еще два. Хорошо. Делаем еще два. Плохо. Но мы должны делать по 6 пиф-пафов. За раз. 6 либо 12 кратно 6, иначе у нас правая часть не соберется. Восстановим и понимаем, что вот этот уголок мы не развернем до тех пор, пока вот этот не развернут. А значит, надо их разворачивать совместно. У нас получилось так, что они одной грани не принадлежат. А значит, надо их как-нибудь совместить. К примеру, вот так я поверну, и вот на этой грани мы их развернем. То есть в сумме должно быть 6 пиф-пафов. Вращаем вот этот угол, пока не развернется. Один пиф-паф, второй пиф-паф, стало хорошо. И подворачиваем вот этот угол, и не глядя делаем на нем, оставшиеся пиф-пафы до 6. Если было 2, то 4, если было 4, то 2. Да, там было 2, значит, делаем 4. Ну, или можно было сделать 2 обратных. так, кажется, не очень-то и собралось, но отменяем движение, восстанавливаем, и сердце снова собрано. Да, это шейп-мод 3х3, но интересный, если в нем разобраться. Когда-нибудь сделаю подробное обучающее видео, пишите в комментариях, как вы собираете сердце, а на этом все, всем спасибо, всем пока.